Счастливая улыбка, здоровый организм. Республиканская детская стоматологическая поликлиника ежегодно во всемирный день. Здоровье полости рта проводит профилактические акции. В этот год не стал исключением. Мероприятие провели в Центре образования номер 11 города Черкеска. Подробнее расскажет Алла Динаева. Первые зубы называются молочные. Их 20 штук. А вот в вашем возрасте зубы начинают уже меняться. И у вас появляются постоянные зубы. Во втором оклассе сегодня необычный урок. В гости к ним пришла стоматолог. Чтобы зубы были здоровые, а улыбка красивая, необходимо развивать и укреплять положительные привычки ухода за полостью рта. И чем раньше это начать делать, тем лучше. Ведь хорошие привычки – путь к сияющей улыбке. Показала доктор детям и как правильно чистить зубы. Очень часто ребята вашего возраста забывают вот эти крайние зубки. Их мы тоже не забываем. Загадки и викторины. Программа встречи была увлекательна и познавательна. В игровой форуме стоматолог поделилась с ребятами полезной информацией, которая поможет им сохранить зубы здоровыми. Мы посмотрели вместе мультфильм про крокодила, который не любил чистить зубы. Порадовали детей подарки от Республиканской детской стоматологической поликлиники. Этот урок был для меня очень особенным, потому что я узнала, что много интересного. Потому что я узнала, что надо ходить к стоматологу не только, когда у тебя болят зубы, но надо еще и осматриваться, даже если они у тебя не болят. В этом году Всемирный день здоровья полостерта проходит с 20 марта по 30 апреля и под лозунгом «Здоровые привычки, счастливая улыбка». Наш главный врач Зара Давлетовна, она всегда поддерживает такие мероприятия. Она за то, чтобы люди знали, что и как у нас проводится, чтобы люди посещали, детки не боялись. Наша поликлиника вся в картинках, очень красиво все сделали. В общем, главный врач, инициатор всего. Врачи Республиканской детской стоматологической поликлиники ведут прием в 11, 18 и 15 школах Черкеска. У детей в возрасте от 5 до 7 лет проводят современную профилактическую процедуру, так называемую герметизацию фиссур зубов. Это эффективно помогает снизить риск развития кариеса, говорят стоматологи. Ну, такой урок у нас проводится впервые. Хотя со стоматологами мы в тесной связи. Весь этот год они к нам приходили. Детишек брали, смотрели зубки, назначение делали. Родители очень были довольны. Мы довольны, что детки все, как говорится, получают лечение прямо в школе. Завершился урок стоматолога совместной фотографии с детьми. И, возможно, те, кто боялись визита к зубному врачу, в следующий раз пойдут на прием смелее. Алладинаева, Олег Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия.